МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С достижениями современности в 21 веке испытываем множество стрессов. И вот именно какая-то жизнь, вот эта вот бурная, такая насыщенная, она порой где-то даже встает на пути к здоровью, к нашему, к счастливому нашему образу, здоровому образу жизни. И человек начинает зависеть от всевозможных факторов, которые, может быть, где-то и не нужны ему по большому счету. Но вот сегодня мы в этом будем разбираться. Ну, действительно, мы сейчас, наверное, только ленивый не говорит о том, что мы живем в постоянном стрессе и зависимости. Чтобы хоть как-то, наверное, нейтрализовать этот стресс, у нас возникают те самые зависимости, о которых мы сегодня, наверное, и будем говорить. И что интересно, что чем больше мы живем, чем больше развивается цивилизация, тем больше появляются зависимости. То есть, например, это же гаджетомания, которая появилась, ну, наверное, все-таки по меркам мирового какого-то времени, все-таки не так давно, и мы уже увешаны этими гаджетами с ног до головы. Пищевая зависимость, мне кажется, она, наверное, всегда была, но сейчас она, по-моему, тоже расцветает бурной популярностью. Да, 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 и расцветает она бурным цветом, потому что замечательно ужинать дома, много-много всякой разнообразной пищи. Ну, и появилось много заведений, в которых кормят вкусно. Чудесно посидеть в ресторане, а тем более к пищевой зависимости чудесно добавляется и алкогольная, потому что к вкусной еде замечательно идет сопутствует бакаловина. Да, но трудоголизм есть еще, такая зависимость, зависимость от отдыха. Ну, вот это, я не знаю, но тоже есть, видимо, такая зависимость. Есть и хорошие, и плохие зависимости, такое понятие. Мы сегодня в этом разберемся, конечно, с нашими специалистами. Но что касается еды здесь, да, это вот, наверное, на сегодняшний день самая популярная такая зависимость, когда человек награждает себя за те трудности, которые он в течение дня, в течение рабочей недели испытывает. Обо всех видах зависимости сегодня подробно побеседуем. Ну, и хотелось бы еще, наверное, выяснить все-таки вот, что такое зависимость для вас, понятие, что оно включает в себя. Это желание огромное чего-то получить или это что-то иное. Итак, мешают ли вам жить какие-нибудь зависимости, жить, отдыхать, работать, любить? Ну, и как вы боретесь, если боретесь с таковыми? И, может быть, у вас есть какие-то схемы борьбы с этой зависимостью? 35, 55, 2, 0, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему обсуждению. Но вот если мы говорим о гаджетах, то сегодня еще очень стала популярна эта лайкозависимость. Это прям такое отдельное направление. Ну, даже тут, наверное, может быть, и не сколько и с гаджетами, сколько, наверное, это соцсети, да, нам подарили такие замечательные новые слова, как лайкозависимость. Когда у человека подключен телефон, подключено уведомление, он каждый раз реагирует на это уведомление, смотрит, сколько он получил сердечек за свое какое-то новое фото. Вот, не знаю, для меня, наверное, не сильно понятно про лайкозависимость, но вот от телефона, от социальных сетей я чувствую привязанность. Вредно это или нет, то есть вот этого, да, неосознанное? Да, говорим с тобой о том, что ты говоришь, боретесь ли вы или нет. Иногда, мне кажется, уже и никогда, и не борешься, уже, наверное, просто сдаешься на милость победителю. Вот, плачь отправляешься, но иногда собираются компании, и действительно доходит до смешного, когда люди сидят, они собрались, друзья, они давно друг друга не видели, но каждый уткнулся в свой телефон и где-то там общается с кем-то, с каким-то другим другом. И вот это вот виртуальный мир, он так вот поглощает, захлебывает людей. Ну и с другой стороны, если говорить о лайкозависимости, то популярные люди размещают очень много фотографий, и обычный гражданин, он думает, а почему я не могу, у меня тоже жизнь насыщенная, интересная, почему бы мне не поделиться чем-то таким, и вот он уже оказался там, по ту сторону. Ну еще тут, наверное, интересный какой-то момент, психологи сейчас все начинают говорить о том, что все у нас, ну сейчас все, наверное, родом из детства, мы так любим об этом говорить, и истоки вот этих всех странных таких взаимодействий, да, когда мы ищем опоры не внутри себя, а вот подкрепление внешние, да, факторы, вот это все, наверное, тоже у нас как-то из детства. Опять же, вот, наверное, зависимость, это что-то такое, что вот извне ты получаешь, какую-то таблетку, какой-то допинг, что-то, что поможет создать тебе хорошее настроение, то есть ты не на себя как раз-таки надеешься, а ты надеешься вот на то, что извне придет и тебе поможет. У тебя, Лен, какая зависимость? Ну вот, наверное, то, что вы сейчас говорили, социальные сети и телефон, я себя с трудом представляю уже, наверное, без телефона, он такое прям продолжение моей руки, и постоянное, вот это вот какое-то ныряние в телефон, и всегда мечтаю, когда говорю себе о том, что я буду отдыхать, я всегда себе говорю о том, что я хочу, не знаю, детокс отдыха какого-то, да, чтобы отключить телефон, чтобы не реагировать ни на какие там сигналы, которые сходят из телефона. Ну и, наверное, если говорить, кстати, про пищевую зависимость, я страшно сладкоежка, и все обещания с понедельника завязывать со сладким, всегда все заканчивается, это очень быстро. Ну, где-то, наверное, зависимость – это все равно часть нашей жизни, потому что, ну, по большому счету, мы зависим от погоды, мы зависим от нашего настроения, самочувствия, усталости, от каких-то переживаний, от родных, от любовных переживаний тех же. И все это, наверное, хорошо, ну и та же пищевая, вот мы хотим есть, у нас есть жажда, у нас есть проблема со сном, мы хотим спать, но все это хорошо до того момента, пока это не начинает мешать, да, не начинает руководить нами, властвовать над нами. И, наверное, мы когда с тобой говорили, да, к эфиру и готовились, что у любой зависимости тоже есть некая такая крайность, да, то есть, например, замечательная привычка заниматься спортом, просто чудесно, это великолепно, это путь к здоровому образу жизни, но если это становится просто превуалирует над всеми частями твоей жизни, да, и есть у тебя только тренажерный зал, есть только твое тело, и ты его целыми днями курешь и делаешь, работаешь над ним, тебя тоже уносят в другую сторону, и тут, наверное, это тоже не есть хорошо. Люди, которые не видят ничего. Да, 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 то есть когда ты в плену вот этих вот внешних факторов, вот, наверное, основное. Напомним телезрителям, присоединяйтесь, мы сегодня говорим о зависимостях, рассказывайте свои истории, как вы боретесь с зависимостью и высказывайте свою точку зрения, согласны ли вы с тем, что человек не может прожить без зависимости. 35-55-00, ну, а я хотела бы поумничать, Бернан Шоу говорил как-то, что вот его спрашивали, почему невозможно избавиться от алкогольной зависимости, он говорил, это все от недостатка воображения. В нашей жизни много, конечно, мы сегодня еще к этому вернемся, есть всего интересного, нужно просто оглянуться вокруг, заострить на чем-то внимание, вот прямо сейчас давайте посмотрим сюжет, а затем вернемся в студию прямого эфира. Эта презентация стала для Владислава Арестова семнадцатой по счету. Именно столько он выпустил книг, правда, вот графических альбомов вышло гораздо меньше, всего три. Но Арестов всегда считал, что лучшее место для картин – это выставки. Однако пандемийный затворенческий год сумел таки развернуть философа на житейский лад. В принципе, банальная мысль, ну, вот они мои в оригинальной рисунке, да. Я умру куда-нибудь, кому они, зачем они. Все, надо вот это делать. В новый художественный альбом Владислав Николаевич собрал 42 графические работы, устроив их презентацию в музее-квартире Бориса Ручьева. Надо сказать, что интерес эта презентация вызвала огромный. Графика – это одно из недавних увлечений живописца Арестова. Оно появилось благодаря глубокому изучению метафизики, науке о невидимых глазу энергетических потоках. Считая, что именно эти энергии являются хранителями событий того или иного места, художник попытался найти их образное воплощение в своих холстах. Так появились работы «Поэты судьба», «Осень в Тарханах», а также удивительная серия «Горные горния», пропитанная любовью к горам Башкирии Южного Урала. Это удивительный человек, который вот ему ведь за 80 уже, а он продолжает ходить по горам. Вот эта природа, мне кажется, вот именно природа его как раз-таки напитывает и дает тему для размышлений. И как бы природа ему помогает, насыщает его этими живительными токами. И он благодарит природу, вот ее фиксируя во всех ее проявлениях и замечая ее. Ведь мы зачастую видим и не видим. Мы смотрим и не видим. Необычные своим авторским языком, эти работы словно ребус, требующие разгадки и более глубокого проникновения в мир природы. Надо сказать, что это главная особенность Владислава Арестова, который во всем пытается дойти до самой сути. Именно это и стало толчком для рождения книги «Читаю, пишу, рисую». Я вдруг подумал, ну вот я прочитал книгу, прочитал книгу, пережил ее, не просто прочитал, я пережил. А дальше что? Читаю следующий, пережил дальше. Ну, что-то тут неправильно. И я стал, вот прочитал книгу и свои впечатления, вот свою реакцию, отклик на эту книгу, пишу. Но и потом рисую вдохновленную. То есть вот такое сцепление трех вот таких, значит, вот творческих хипостасей. Читаю, пишу, рисую. Так родилась эта память. Выпустить ее в свет автор решился только после того, как книга получила высокую оценку знаменитых поэтов-магнитки Александра Павлова и Риммы Дышаленковой. Оба заявили, что Арестов вновь доказал, чтобы быть интересным и востребованным, специального образования не нужно. Ведь профессиональная деятельность Владислава Николаевича всегда была связана с ММК, которому он отдал 40 лет жизни. Что, однако, не помешало его успешной творческой реализации, позволившей оставить городу собственное художественное наследие. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас, в прямом эфире, мы говорим сегодня о зависимостях. И к нашему эфиру сейчас присоединяется Александр Афанасьевич Матяш, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Александр Афанасьевич. Здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Александр Афанасьевич. Мы вас видим и слышим. И задаем первый вопрос. Как на сегодняшний день вообще современный человек насколько сильно подвержен всевозможным зависимостям? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете, что зависимость или еще это происходит от английского слова «addiction» довольно распространены во всем мире, в России тем более. И особенно это распространилось в последнее время благодаря ковиду. Благодаря тем мероприятиям, социальным, экономическим, локдаум. И это привело к действительно большему распространению этих зависимостей. Но мне, может быть, хотелось бы немножечко пояснить, что такое аддикция, если это вас интересует. Просветите нас, конечно, да. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что примерно с середины, вернее, даже с 30-х, 40-х годов прошлого века существовало представление о вредных привычках. И говорили о том, что есть вредные привычки или пагубные привычки. К таким пагубным привычкам относилось, предположим, курение, алкоголь и так далее. Тогда во всем мире, неважно в России, в Советском Союзе или в Америке, существовала так называемая бихевиоральная гипотеза возникновения этих пагубных привычек. Но где-то примерно в 60-х годах прошлого века появилась другая гипотеза. То есть это начали говорить об аддикциях, о зависимостях и начали относиться к этой проблеме как к болезням. То есть алкоголизм – это все-таки болезнь, наркомания – это все-таки болезнь. То есть появился другой совершенно подход к этим состояниям. Если раньше благодаря вот этой поведенческой бихевиоральной гипотезе пытались лечить, ну скажем, табакокурение благодаря условным рефлексам Ивана Петровича Павлова, ну допустим, можно было лечить каким-то ударом электрического тока. Закурил ребенок, ударили его электрическим током, поменялось его поведение. Или там вот так же, как к алкоголю относились. То есть сегодня относятся к аддикциям как к болезни, да. Надеюсь, ответил. Да, Александр Афанасьевич, но вот есть эмоциональные и химические зависимости, да? То есть есть хорошие и плохие. Мы можем разделить вот здесь вот это понятие «хорошая» и «плохая» зависимость? Ну, мне бы хотелось немножечко уточнить все-таки, а что такое «хорошо», что такое «плохо»? Что такое «плохая» зависимость? Ну вот смотрите, хорошая зависимость. Допустим, если я люблю хорошую музыку, я слушаю музыку, можно это отнести к зависимости? Хорошей зависимости. Но она ее, например, слушает постоянно, да? То есть она постоянно ходит в наушниках, да? Она не вытаскивает их из ушей и буквально постоянно находится, вот выключена, скажем так, из контекста, да, вообще от окружающих, а постоянно находится в неком своем языковом мире. Ну почему? Ну не всегда. То есть вы хотите сказать, что критерием зависимости является что, на ваш взгляд? Ну, хорошая и плохая зависимость. Ну, допустим, алкогольная, я согласна, что это плохая, но есть и хорошая. Вот мы можем здесь разделить? Нет слова «хорошая», нет слова «плохая», и все это очень индивидуально, да? То есть для одного человека это хорошо, для другого человека это плохо. То есть действительно выделяют ряд зависимостей, которые социально неадаптивны, они социально приносят вред. Ну, предположим, тот же самый алкоголь, курение, это всем известно, что это плохая зависимость, да? В то же время зависимость от музыки, она тоже может приносить вам вред. Хорошо, Александр Афанасьевич, задам тогда такой вопрос. А если любовная зависимость, если человек влюблен, и вот это, вот это может приносить пагубное? Ну, естественно, да. Сегодня мы с вами начали говорить с того, что когда-то давно, в прошлом веке, выделились просто слово «аддикция» появилась, зависимость появилась именно благодаря употреблению наркотиками. Именно так вначале наркотики называли зависимость, аддикциями. На сегодняшний день появилось очень большое количество различных зависимостей, в том числе и считают, что любовная зависимость. То есть, неважно, мужчина вы или женщина, вы можете страдать любовной зависимостью, когда, ну, критериями такой вот любовной зависимости является прежде всего, ну, отношения между людьми, когда они болезненно зависимы. Когда и вот мне, как врачу, работающему в этой области, часто приходится встречаться с женщинами, а чаще почему-то приходят женщины, наверное, потому что женщины более эмоциональны, или, может быть, они больше верят в лечение, именно в лечение у врача-психиатра, у психотерапевта, потому что мужчины как-то реже приходят, хотя по частоте страдают любовные зависимости и мужчины, и женщины. То есть, критериями является, что очень доминантная просто эта мысль о другом человеке, любовь к другому человеку становится доминантной на господстве в голове. Человек не может жить без другого человека. Да, Александр Иванович, правильно я понимаю, здесь действительно нет категории «хорошо» или «плохо», а есть просто, когда человек уносит в какие-то крайности, то любое хорошее может превратиться в плохое, в пагубное, то, о чем вы говорите. Когда начинает разрушка, когда ручка. Чудесное слово «любовь», но когда это приходит в самозависимость, то мы теряем человека, да, как бы в такую, наверное, историю. Да, совершенно верно. То есть, поэтому, как бы, зависимость – это потеря контроля над своим поведением, над своей волей снижается, страдает воля, страдают чувства человека. И несмотря на то, что человек прекрасно осознает, невзирая на серьезные негативные последствия вот этой вот любви. Ну, и это может быть любая зависимость. Хоть это может быть игромания, может быть гемблинг, азартные игры. Может быть, проституция сегодня тоже относится к зависимости. То есть, да, все. Александр Афанасьевич, ну, хорошо, вот человек понял, что он зависим, допустим, да, вот он понял, что ему тяжело жить, он несчастлив, что-то тяготит его. Можно ли чем можно вылечить, вот если так дать какие-то рекомендации? Можно ли вылечить таблетками? Ну, к сожалению, я вас должен разочаровать, наверное. Наверное, должен разочаровать. Да, в общем-то, вы это прекрасно знаете, что на сегодняшний день не лечится аддикция. То есть, не лечится алкоголизм, не лечится наркомания. То есть, главным является, что аддикция может перейти только в социально приемлемую форму. То есть, алкоголизм нужно перевести в какую-то другую аддикцию. Наркоманию можно перевести в другую аддикцию. А взять, применить, ну, предположим, детоксикацию при алкоголизме, поделать витамины, и человек вылечился, то есть этого нет. Поэтому говорят о том, что нужна психотерапия, потому что аддикция, это, ну, вот, все-таки, все-таки это потеря контроля поведения. То есть, это не привычка дурная, а это потеря контроля поведения, и человек не может контролировать. Да. То есть, он первым шагом должно быть вот то, о чем вы говорите, осознать. Ну, вот, в зависимости, вот это самое страшное, да, когда ты не осознаешь, да, наверное. То есть, когда человек осознал, да, я алкоголик, и мне нужно лечиться, пройти, там, предположим, 12 шагов, и тогда это будет эффективно, да, осознавание. А не получается ли так, Александр Афанасьевич, вот вы сейчас сказали, да, о том, что кто-то услышал и сказал, да, это же не лечится, и значит, я должен отпустить, как говорится, да, и ситуацию, и просто, как говорится, плыть на течение. Я хочу вам сказать, чтобы не было иллюзий, что когда идет реклама абсолютно необоснованная о том, что я вылечу алкоголизм или наркоманию за три дня, и на каждом столбе это висит, то есть, чтобы не было этих иллюзий. Я еще раз повторяю, это большая трудная проблема во всем мире, и у нас, и в Америке, и в Германии, и везде, во всех развитых странах. То есть, лечится, это не лечится, то есть, нужно переводить в другую аддикцию. И действительно, мы видим хороший эффект, примерно до 25% во всем мире считается перевод на другую аддикцию. У человека любовная аддикция перевели на другую. У человека наркомания вдруг он стал, и я вижу, я знаю, и много очень людей с алкоголизмом, которые много лет страдали хроническим алкоголизмом, вот этой зависимостью к алкоголю, они перешли, допустим, в трудоголизм. То есть, это тоже зависимость, но это социально адаптирование. То есть, в другое русло направляется. Клин-клина вышибается, да, так называемый, да, такой какой-то вариант. Да, и он стал много работать, стал зарабатывать деньги, и это появилось, у него другой мотив, другое желание. Стал вырабатываться другими мыслями, другими зависимостями. Тот самый адафамин, который поддерживает наше хорошее настроение, хорошее активное поведение, и человек стал действительно другим. Александр Афанасьевич, а вот тут сразу вот такой вопрос у меня возник. А есть ли люди, которые абсолютно не подвержены зависимостям? Есть ли люди, которые не подвержены каким-то зависимостям? Да, вот совершенно. Понимаете, я думаю, что зависимость есть у нас у всех, но другое дело, что часть людей контролирует, да, то есть вы можете контролировать свое поведение, можете отдавать отчет себе, что я играю в карты, только вот в определенные моменты, или я сижу в интернете только в определенные моменты, или я употребляю пиво только вот тогда-то и тогда-то, понимаете? То есть, конечно, есть. То есть, если говорить о процентах, в процентном отношении, то это зависимостям, да, они развиты, но мы не учитываем всех людей, и сегодня не все люди, не все мамы, скажем, обращаются с детьми, у которых компьютерная зависимость. Но вот в процентном отношении, если говорить, то примерно это может быть 10-15% людей страдает, а все-таки 85% не страдает. Ясно. Александр Афанасьевич, есть ли у вас какая-то зависимость? Ни от чего. У меня? Да. Да, я, наверное, немножечко зависим от работы. Вы тот самый трудоголик, да? Да, наверное, да. Хорошо. Спасибо вам, Александр Афанасьевич, за эту интересную беседу. Ну, а мы, уважаемые телезрители, продолжаем и обращаемся к вам. Есть ли у вас зависимости, буритесь ли вы с ними, и если у вас есть какие-то методы, то позвоните нам, поделитесь, нам будет очень интересно. Присоединитесь к нашему обсуждению. 35 55 00. И мы продолжаем. Это Магнитогорская времечка. Здесь и сейчас в прямом эфире. И мы продолжаем. 35 55 00. Это наш номер телефона. Мы сегодня говорим о зависимостях. Если вам есть что сказать, присоединяйтесь к нашему обсуждению, звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Ну, а прямо сейчас я представляю нашего гостя. Михаил Иванович Макаров, руководитель Центра Возрождения, психиатр-нарколог, высшей категории, гипнолог. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте. Ну, будем мы говорить о зависимостях. И хотелось бы начать сразу с такого вопроса. Почему вы пришли вообще вот к этой работе и стали когда-то давно работать в этом направлении углубленно? Ну, заниматься этими проблемами я начал совершенно случайно. Я вообще вырос в операционную. У меня мама хирург. В силу того, что надо было зарабатывать деньги, она брала меня с собой. И вообще я готовил себя к хирургии. Ну, тогда уже по окончании института надо было получать специализацию. А у меня уже был ребенок и хирург. Получал на 10 рублей больше. То есть это буквально такая вот меркантильная случайность вашей? Ну, мы живем в материальном мире. Всем там хочется кушать в том числе. Поэтому буквально перераспределили. Я уже сам резал, сам оперировал. Мне очень нравилась эта вещь. Ну, 10 рублей сыграли такую штуку. А вот, ну, придя, наверное, я один из первых выпускающихся наркологов в тогдашнем Советском Союзе. То есть это первый набор был. То есть я изначально психиатр-нарколог. Ну, придя в наркологию, честно говоря, я вначале думал, что вот-вот я покроюсь шерстью, ну, и превращусь в какое-то животное. Дай таблетку вот эту, вот эту таблетку. А результата не очень много. К сожалению, было. А вот, и результат хочется, как любому человеку, получить. Я начал заниматься иглорефлексотерапией. Нетрадиционными методиками. Если помните, раньше была такая госпожа Джуна. Вот. Я не знаю, то ли мне посчастливилось, то ли, не знаю. Я учился у ее учеников. К самой мне попасть не удалось. Вот. И пошли определенные результаты. Ну, то есть вам стало интересно, раз вы начали его к себе искать, учиться? Понимаете, какая штука. Нам нравится то, что у нас получается. Все же примитивно просто. Почему? Некоторые любят математику. Ну, будешь считать, хорошо умеют. Поэтому математика нравится. Получаться стало, мне стало это нравится. У меня это затянуло. Но прошел какой-то период. И вроде как стало все ясно, все понятно. Ничего. Да, тоже. Ну, вроде все уже. Ты достиг всего, что ты мог. А вот. И совершенно случайно. Так получилось, что я столкнулся с человеком, который занимается нейролингвистическим программированием, гипнозом. Вот это был, условно говоря, толчок и открытие для себя совершенно нового мира. Условно говоря, ни для кого не секрет, что от центральной нервной системы, от головы зависит все наше. В том числе деятельность органов, систем, наше поведение, наши деятельности. И в том числе зависимости. В том числе и зависимости, конечно. Если грамотно подходить к работе с головой, то можно получать великолепный результат. Михаил Иванович, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Юрий до нас-то звонился. Юрий, здравствуйте. Да, надевайте послание. Алло, рассказывайте свою историю. Что у вас, от чего вы зависели и что на сегодняшний день? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Юрий. Ну, алкоголизм – это страшная психологическая зависимость, которая оказывает влияние, разрушающее на психику. Ну, и очень много больных людей, они не могут самостоятельно избавиться от этого. И поэтому им нужна квалифицированная медицинская помощь. В том числе в клинике Возрождения Михаил Иванович мне такую помощь неоценимую очень оказал. И я ему благодарен, так как жизнь открылась для меня совершенно в других ракурсах. И я сейчас получаю от жизни гораздо больше удовольствия, чем я его находил на дне стакана. Ну, вот, а на сегодняшний день, вот, есть ли, перешло ли у вас в какую-то другую зависимость? Чем, что есть на сегодняшний день в вашей жизни? Вот, во что вы погружаетесь с головы, Юрий? Ну, прежде всего, это семья, это работа. И, избавившись от этой зависимости, я получаю удовольствие от семьи, от работы и, в конце концов, от того, что приношу пользу обществу. Я считаю, это очень великое дело. Ну, вот, оглядываясь назад, сложно вам было? Вот вы сейчас вот уже по прошествии времени, что вот можете сказать? Сложно было вот это преодолеть себя? Ну, дело в том, что на начальном этапе, именно в начале лечения, да, это, конечно, сложно. И физическая зависимость, которую Микаил Иванович очень хорошо помогает снять, и психологическая на каком-то начальном этапе. Ну, а теперь, когда жизнь вошла в нормальное русло, в нормальную колею, совершенно другие цели появились в жизни. И уже совершенно не думаешь о том, чтобы вернуться в это забытие. Не хочется просто, да, оглядываясь туда, не хочется возвращаться? Нет, абсолютно не хочется. Ну, я так понимаю, что семья очень хорошо вас поддержала, да? Это тоже вот немаловажно. Да, семья немаловажна. Прежде всего, основным толчком, основным стимулом к лечению, это послужила, конечно, семья. Вот, которая поверила, которая не поставила крест, вот это вот повлияло очень сильно. Ну, и, конечно, то, что Микаил Иванович помог от этого, от его избавиться, это очень и очень сильно изменило жизнь в лучшую сторону. Спасибо вам, Юрий. Спасибо за то, что... Ну, Михаил Иванович, приятно, наверное, вас слышите, поделились. Всякие слова. Вы знаете, вот опять же мы возвращаемся к тому, что нравится, не нравится. Приятно, наверное, это не то слово. И я догадываюсь, о ком идет речь. К великому сожалению, человек превозносит меня там очень высоко. Это не соответствует действительности. Мы люди, мы состоим как из положительных, отрицательных, там разных моментов. Человек так устроен. Да, состояние было крайне. Человек просто не мог говорить, условно говоря. Она там, смерть, она прям рядышком стояла. Жена его не бросила. Сейчас он получает эйфорию от того, дело в том, что зависимость, она связана с состоянием человека. Состояние, условно говоря, кайфа. Кайф он получает от семьи, от работы. Ему классно. Раньше ему было классно спиртного, поэтому он уходил туда. Здесь он получает гораздо шире спектр, ему это не надо. Вот он, разворот сознания. Может быть, это вот важно, Михаил Иванович, то, что вы говорите, что вы работаете в разных направлениях. То есть сначала вот эти практики, да, иглотерапия, да, все, что работали вы с джуной. Потом и на УПИ присоединили. Подтягиваете семью. То есть я понимаю так, что когда вы помогаете человеку, то вы помогаете во всех каких-то направлениях, по крайней мере. Однозначно. Понимаете, вообще отдельно выделить зависимость и оторвать ее от всего окружающего невозможно. То есть если ты хочешь получить результат, ты должен, не должен, а обязан работать с семьей. Вот. И неоднократно работать с человеком до того состояния, чтобы он получил удовлетворение от других состояний. Что такое по большому счету зависимость? То есть если вот примитивно представить электрическую цепь, вот давайте один проводок, два, три, пять, десять. И вот он, целый клубок проводков. Вот это и есть сама по себе зависимость. И она подкреплена еще выработкой биологически активных веществ. Ну, в том числе и дофамина, условно говоря, скажем. То есть состояние кайфа. Как можно вот этот проводок, он уже существует. Он реально рабочий. Это целый реальный канал, который постоянно функционирует. Он подкреплен определенными факторами. Как ты можешь все это выдрать? Он существует. Единственная возможность вот эту зависимость передвинуть в другую зависимость. И, так сказать, сконструировать точно такой же канал. И та зависимость, которая была, она будет затухать постепенно, ориентироваться немножко на другие вещи. Любой человек – это гомо сапиенс, существо разумное. Зачем будет человек причинять себе вред, если он может получить пользу? Может ли вам это сделать самостоятельно? Да, может. Конечно, может. Но это редкое исключение. Это абсолютно редкое исключение. Любого человека, конечно, желательно вести. То есть, двигать, поймите, простую вещь. Это не аппендицит. Раз отрезал, его нет. Ничего подобного. Человека надо разворачивать и двигать в определенном направлении. Но для этого человек должен дать согласие на это движение. Для этого окружение этого человека должно тебе помогать. Для этого среду, которая его будет провоцировать, тоже надо каким-то образом ограждать от воздействия на этого человека. Вот такая вот простая вещь. Ну, а вот человек должен себе вот на этом этапе задавать вопрос, что я получаю вот от того я получил удовольствие, а сейчас от чего я получаю. То есть, он должен вот этот диалог сам с собой вести. И как вы понимаете, как много времени на это уходит, и как вы понимаете, что да, вот это случилось? Давайте мы сформулируем с вами. Во-первых, зависимости, они бывают химические, нехимические. А химические – это зависимости, когда человек зависит от какого-то психоактивного вещества. Там алкоголь, наркотик, табак и так далее. И нехимические, поведенческие. Ну, это условно говоря, элементарная, то есть пищевая, там, трудоголики, любовная, сексуальная, там, ну, куча зависимостей. Другое дело, что когда в одном случае ситуация и состояние происходит на контролируемом уровне, и второе, так сказать, момент, когда это происходит бесконтрольно. Но давайте мы оттолкнемся от простой вещи. Мы все понимаем, что когда-то в детстве, не в детстве, любой человек попробовал алкоголь, да? Мы можем сказать, будет ли у них зависимость? Да нет, конечно, да. Но у многих людей это выльется рано или поздно в зависимости, а у других это будет стоять на определенном месте. Но вероятность того настолько высока. Поэтому мы, положим, с нашими детками должны проводить определенные превентивные мероприятия. А вот такой у меня, знаете, вопрос, если говорить о самостоятельном выходе, да, и о каких-то вообще, ну, не знаю, многие говорят, очень любят говорить, я контролирую, да, ситуацию, ты его, например, начинаешь говорить, да, что у вас, ну, например, там, у тебя проблема, да, он говорит, нет, я контролирую, да. Я могу сказать себе стоп. Я могу себе сказать стоп, да. На каком этапе я должен понимать, например, да, что это уже... Ты уже не сможешь остановиться. Да, что уже не ты контролируешь, да, а зависимость ведет тебя. Как определить? Мы возвращаемся достаточно к примитивным вещам. Как правило, вот с каждым пациентом все это, естественно, происходит индивидуально. Мы определяем, а что такое зависимость? Начинаем просто с этого, со столбовых моментов. Первое, это есть вред здоровью. И разбираем, где же он, этот вред-то есть. Второе, есть проблемы в семье. И где они есть? Есть ли проблемы на работе? И где они существуют? Есть ли финансовые проблемы? И вот когда вот эти вот зависимости, они собрались вместе, мы говорим, да, зависимость состояла. И пациент должен сказать, да. То есть нужно нагнать страха? Какой страх? Это реальность просто, да. Человек сталкивается с реальностью, наверное. Просто-напросто. Для того, никто не хочет осознаться, что я зависимый. Мы говорим, давай, ну возьмем наркомания, алкоголь. Никто никогда, хорошо, мы будем. Мы всегда с пациентом, мы не говорим, ты алкоголик и наркоман. Ну, ни в коем случае. У нас вообще нет такого употребления. Мы говорим, зависимость человека. Он говорит, ну, зависимость. Давай разберем, что такое зависимость. И он должен сказать, да, зависимость у меня есть. А если есть, мы начинаем разбирать, а какие же подходы к решению этого вопроса имеются у нас. И что должен он для того, чтобы преодолеть эту. Ну, то есть работа начинается, прежде всего, с осознания, да, то, о чем мы говорим? Ну, конечно, с желания. Понимаете, каждый из нас, прежде всего, должен разобраться в себе. Мы же находимся с вами в постоянном диалоге с собой. Раньше боялись, вот, человек разговаривает сам с собой. Я постоянно с собой разговариваю. Один говорит направо, второй говорит налево. Вот, во время спора рождается какая-то истинка. Это не разнояние личности. Это абсолютно рабочее состояние. Может быть, пять, может быть, шесть, может быть, десять. Есть такая психотерапевтическая методика, там вообще можно раскладывать целый стол собеседников, для того, чтобы прийти к определенному. К истине. И она будет именно той верной. Знаете, мало того, по нехимическим зависимостям, ну, видимо, их все-таки надо разделять, да, на негативные и положительные. Ну, давайте вот мы, любовь. Ну, это же великолепное чувство, так сказать. Оно окрыляет, оно несет человека. Ну, как же это? Ну, это бешеный драйв. Ну, это, конечно, хорошо. Ну, трудоголик, ну, это великолепно. Ну, и масса всего остального. Мы все до одного зависимы. Просто с чем-то надо, так сказать, бороться. Но бороться, так сказать, понимая, что это реально приносит тебе вред, какой я перечислил. И как из этого выйти? Вот и все. А в медицинском центре возрождения работают, я так понимаю, со всеми зависимостями или нет? Понимаете, любую зависимость мы можем по большому счету победить. Ну, скажем, основной акцент у нас все-таки идет на алкогольную зависимость. Нет, мы... Я об этом у нас по телевидению показывали. Да, сюжет. К нам обратилась, ну, совершенно маленькая девочка с анорексией, у нас все получилось. А вот мы брали лечение аллергических реакций, и у нас все получилось. Мы брали неврозы, и у нас все получилось. Но это не значит, что мы являемся специалистами по лечению анорексий, неврозов и так далее. Вообще, в каждой... Ну, в помощи при каждой зависимости надо понимать вообще в целом, с чем ты сталкиваешься. В одном ракурсе это, скажем, имеется психотерапевтическая какая-то проблема у человека. Ну, невроз, скажем. Да, который надо полечить там в другом месте. Это чисто психиатрическое заболевание. Ну, условно говоря, шизофрения. Да, человек, бум, находится в депрессии, там, голоса и так далее, и так далее. А алкоголь раз, как-то смягчает это состояние. Искать надо корень, откуда она сама по себе, зависимость идет. В одном случае помогает психотерапевт, другой психиатр. Ну, психиатр, как правило, это чисто медикаментозная терапия. Психотерапевт — это работа с мозгами. Ну, хочется пожелать, чтобы, конечно, меньше у вас было пациентов. Ну, может быть, нехорошо так, но... Таких зависимых, шибко, но... Конечно, знаете, вопрос какой, да. Вот если мы говорим, опять же, возвращаясь к тому, как мы... Раз все-таки алкогольная зависимость, да, это вот такой, как бы, превалирует и приоритет. Как вы относитесь, когда народ говорит о культуре питья? Вот мне такое... Вы знаете, абсолютно нормально. Но она есть вообще, нет? То есть можно держаться вообще в рамках культуры питья? На мой взгляд, безусловно, есть. Что подразумевает под собой культура питья? Это надо знать, под что. Да вот, что скушать и в какой дозировке. Все же обоснованно. Ну, давайте залезем в ранее изданные учебники, что под рыбу — это определенный напиток, под мясо — это другой напиток. Причем это же все обоснованно. Там идет нейтрализация этого напитка. Все примитивно. Где-то тонкая грань. Конечно, а грань всегда можно стараться... Ну, это как во всех зависимостях. Золотую середину надо найти. Видите, я бы хотел отметить вот какую штуку. Вот многие смотрят нашу передачу и говорят, «Я не завиден». Да, да, да. На мой взгляд, это не совсем так. Давайте вот мы оглянемся. Город у нас маленький. Мы все друг друга знаем. Сколько мы с вами знаем людей, которые смотрят на часики и ждут пятницу? Это зависимые люди. Ну, конечно. Мало того, человек даже работает, чтобы в пятницу... Ради этого он работает? Конечно. Давайте возьмем другой аспект. Мы все хотим, чтобы наши дети выросли сильными, красивыми, счастливыми. А на кого смотрят наши дети? Это уже отдельная тема. Это одна и та же тема. Ну, одна и та же. И если мы с вами выпиваем, мы обучаем их. У нас время к завершению. Подходит прямого эфира. Если кто-то хочет перевоспитать себя и своих близких, то мы вам рекомендуем обращаться в Центр Возрождения. Михаил Иванович вам придет на помощь. Спасибо. Вам спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова